Всем привет! Белу Аризонте, город и муниципалитет на юго-востоке Бразилии, столица штата Минас-Жирайс. Название переводится с португальского как красивый горизонт. Второй, после Терезины, бразильский город, построенный по плану. Составная часть мезорегиона агломерация Белу Аризонте находится в составе крупной городской агломерации Белу Аризонте. Входит в экономико-статистический микрорегион Белу Аризонте. Занимает площадь 330 километров 954 метра. Череп и челюсть, найденные близ Белу Аризонте в пещере Лапа-ду-Санта в Лагоу-Санта. Лагоу-Санта. Датируется возрастом 9,1-9,4 тысячи. Лет до настоящего времени, сама же пещера была населена еще 11,7-12,7 тысячи. Лет до настоящего времени. Калиброванная дата. До европейской колонизации территория сегодняшнего Белу Аризонте была населена индейскими племенами же, занимавшимися охотой и собирательством. Первыми белыми, посетившими ее, стали в конце 17 века бандеранты из Сан-Паулу, проникшие сюда в поисках золота. В 1701 году золотоискатель Жоан Лейти де Силуа Артис, привлеченный красотой места и благоприятным климатом, основал здесь скотоводческую ферму Курал-дель-Рей. Ферма развивалась очень успешно, что привлекло в район других белых переселенцев, в основном из долины реки Сан-Франсиско. 12 декабря 1897 года. Тихий, сельский поселок медленно рос без особых потрясений вплоть до 1893 года, когда правительство штата Минас-Жирайс из-за политической борьбы между различными регионами, грозившей привести к распаду штата, решило перенести его столицу из Ару-Прету в новый, специально для этой цели выстроенный город. После длительного обсуждения, благодаря мягкому климату и удобному географическому расположению в качестве места строительства был выбран Курал-дель-Рей, при этом назвать новую столицу планировалось Сьюдат-Минас. Архитектор Арао Рейс, к тому времени уже прославившийся разработкой плана строительства Терезины, был приглашен для создания плана застройки города, ставшего вторым в Бразилии, построенным в соответствии с заранее разработанной схемой. Переезд органов власти произошел 12 декабря 1897 года, что и считается формальной датой основания города. Хотя многие запланированные здания и улицы к тому времени не только не были построены, но и даже не начали строиться. В 1906 году Сьюдат-Минас был переименован в Белу Аризонте. Примерно в то же время начался устойчивый рост как городской экономики, так и численности его населения, продолжающейся вплоть до наших дней. Стремительно увеличивающееся число горожан быстро превысило резервы роста, заложенные рейсом в его схему городского развития. В 1940-х годах знаменитым архитектором Оскаром Немиером в сотрудничестве с мэром города и будущим президентом страны. Жаселина Кубичеком был создан новый план развития города, считающийся одним из самых удачных градостроительных проектов 20 века. Белу Аризонте расположен на Атлантическом плато Бразильского плоскогорья, на высоте чуть меньше километра над уровнем моря, в природном регионе Сирада. С юга город ограничен горным хребтом Сёра-Дуэспиньясу. Протекающая через городскую территорию река Рибейра-Аруда страдает от сильного загрязнения канализационными и промышленными стоками, а также сброса в нее бытовых отходов. Климат Город лежит на границе тропической саванны и субтропической океанической климатических зон. По классификации Кёпина ОИКВА соответственно. Лето жаркое и дождливое, зима теплая и сухая. Благодаря почти километровой высоте над уровнем моря Белу Аризонте в значительной мере избавлен от духоты, обычно свойственной данным типом климата, что делает его весьма комфортным для человека. Население По данным Бразильского института географии и статистики, население города в 2013 году составило 2,48 миллиона человек, агломерации – более 5,2 миллиона. Пятое и третье место по стране соответственно. Расовый состав населения Белые – 46,7% Парду – 41,9% Негры – 10,2% Азиаты – 1,1% Около 30% горожан составляют потомки выходцев из Италии. За ними следуют горожане португальского, немецкого, испанского и левантийского происхождения. Примерно 70% жителей, католики – 20%, протестанты, атеистов – около 8%. Уровень преступности в Белый Аризонте средний по меркам крупных городов Бразилии, то есть весьма высокий по меркам России или ЕС. Но большая часть преступлений совершается в фавелах. Экономика Белый Аризонте обладает современной, высокоразвитой экономикой, основу которой – около 80%. Источник не указан – 522 дня составляет сфера услуг, в особенности Информационные технологии В городе размещено бразильское представительство Google. Промышленность по-прежнему играет важную роль в городской экономике, в первую очередь это относится к черной металлургии. Кроме того, развиты машиностроение, легкая и пищевая промышленность, фармакология, производство мебели и строительных материалов, химическая промышленность. В особенности производство биодизеля. В Белый Аризонте размещены штаб-квартиры таких крупных бразильских металлургических компаний, как Акаменас, Уземенас, Асеменас и Белгоуменевэра. В прилегающих к городу районах разрабатываются месторождения золота, железных и марганцевых руд, драгоценных камней. На проспекте Амазонас построено несколько кампусов Федерального центра технического образования Минас-Жирайс, одного из ведущих бразильских учебных заведений в сфере технологий. Также здесь находится штаб-квартира университета штата Минас-Жирайс и папский католический университет Минас-Жирайс. Международный аэропорт Танкредо-Невес, ИАТА, КНФ, ИК, СПГБГ, расположен в 30 километрах от центра города в муниципалитете Конфенс, пассажирооборот более 10 миллионов человек в год. 2013. Регулярные пассажирские рейсы выполняются во все основные города Бразилии, а также в Буэнос-Айрес, Майами, Панаму и Лиссабон. В районе Пампульи к северу от центра находится Международный аэропорт Карлос-Друмон-де-Андраде. С 2005 года он обслуживает в основном местные рейсы. В Белу-Аризонте пересекаются три федеральных шоссе. Биар-40, Бразилия, Рио-де-Жанейро, Биар-262, Витория, Карумба и Биар-381, Белу-Аризонте, Сан-Паулу. В Белу-Аризонте действует метрополитен, один наземная линия, 19 станций, 28 километров, и множество автобусных маршрутов. В Белу-Аризонте было основано несколько популярнейших бразильских рок-групп, среди которых Йота Квест, Найлбом, Овердоуз, Сеплтиура. В 60 километрах от Белу-Аризонте находится крупнейший в Южной Америке парк-музей современного искусства и Ньотим, входящий в территорию микрорегиона Белу-Аризонте. На территории парка-музея под открытым небом размещены скульптуры и инсталляции Йоэ Кусамы, Криса Бурдена, Элия Айтисики, Силду Мерилиша, Чжан Хуаня, Дуга Эйткина, Дэна Грэма, Тунги, Джузеппе Пиноня, Пола Маккарти, Хорхе Маки и других художников. Помимо выставочной площадки, парк и Ньотим одновременно являются полноценным ботаническим садом. В 2012 году арт-парк посетили около 400 тысяч посетителей. В Белу-Аризонте на стадионе Минейран в рамках чемпионата мира по футболу 2014 год. Состоялось шесть матчей. Четыре игры группового этапа, одна игра один дроп восемь финала, а также один полуфинал. В полуфинале сборная Бразилия проиграла сборной Германии со счетом 1-7. В истории бразильского футбола проиграла второй раз в родных стенах. Первый раз это произошло в финале ЧМ 1950 на стадионе Маракана. Воловой внутренний продукт на 2005 составляет 28 386 694 миллионов реалов. Данные. Бразильский институт географии и статистики. Воловой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 11 951 0,00 реалов. Данные. Бразильский институт географии и статистики. Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,839. Данные. Программа развития ООН. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии.